Здравствуйте! Позвольте представиться Левашев Иван Александрович. Программированием начал заниматься с детства, 21 год назад. Есть опыт работы в малом бизнесе, а последние несколько лет работаю фрилансером, то есть в одиночку. Через призму такого жизненного опыта я многое вижу не так, как это видится наверху. И по результатам долгих размышлений у меня созрел план действий, как стратегически решить проблему импортозамещения. Проблема, если вкратце, заключается в том, что где-то кто-то что-то точечно импортозамещает, а шаг влево, шаг вправо и все. Импортозамещение? Не, не слышал. Где-то вдалеке пошумело, а до простых людей не дошло. Моя задача создать предпосылки массового перехода. Для такого массового перехода нужно, чтобы это была посильная задача для малых коллективов и одиночек. Они производят миллионы разного калибра программ, которые заточены под нужды конкретных людей. И у них либо нет альтернатив, либо это слишком крупный конкурент, срезающий только по верхам. Простого человека крупный бизнес не слышит. Кучу малых потребностей можно состариться, не дождаться, пока реализует. А вот рядом куча бизнесов поменьше, но попроворнее, готовы откликнуться. И после того, как это сделано, эти связи не разорвать. Это как сросшиеся корни. Таким образом, я утверждаю, что если мы не решим проблему так, чтобы это было удобно малым коллективам разработчиков, все наше импортозамещение можно будет разве что в музей не выставлять. Чтобы действительно произошел какой-то сдвиг, надо понять, как и почему разработчики из малого бизнеса так себя ведут. Не пытаться их через колено сломать. И не махнуть на них рукой и так оставить страну буфетом, по которому гуляют транснациональные корпорации. Посмотреть, какие дуют ветра, подставить паруса и добраться на попутном ветре до точки назначения. В частности, можно увидеть, что в малых коллективах разработчиков нет лишних рук, чтобы перекомпилировать под дюжину операционных систем. И под каждый дистрибутив операционной системы. И под каждый выпуск каждого дистрибутива каждой операционной системы. Это скриншоты двух сайтов типичных производителей. Можно видеть, что на все про все один файл для скачивания. Так получается, что он для одной операционной системы. Примечательно, что нет разных версий под разные выпуски. Это было бы тоже убийственно. Ситуация такая сложилась не вчера. Можно было видеть две культуры инструментов разработки. С одной стороны, можно было взять один дистрибутив в Борлон Паскаль и просто пощелкать тумблером из одной среды разработки оттранслировать сразу для трех операционных систем. Причем никакой конфигуре запускать не надо было. Соответственно, не надо было даже иметь в распоряжении эти операционные системы. И программы не привязывались к конкретной конфигурации. По такому же принципу работал Борлон C++, который поддерживал OS пополам. По такому же принципу работал Ватком. Сейчас эта культура утрачена. ДОС и DPMI устарели. OS пополам забросили. Осталось только Windows. С другой стороны, на тех операционных системах, которыми пытаются делать замещение, культура разработки совсем другая, плохо подходящая для кросс-компиляции. Как если бы без этого с ней было мало проблем. А если делать без кросс-компиляции, то это значит либо обложиться компьютерами со всем зоопарком операционных систем и дистрибутивов, либо завести кучу виртуальных машин, что тоже накладно. И смысл в этом какой глубинный. Сейчас реально практически везде x86 или x86-64. Процессор один и тот же. Зачем по сто раз перекомпилировать? А на это есть исторические причины. Мы к ним еще вернемся. Как нетрудно догадаться, реальные разработчики, если они разрабатывают под Linux, так почти никогда не делают. Они хорошо, если под один дистрибутив сделали пакеты. А если ваш дистрибутив другой, ну все, попытайтесь из исходников собрать или найдите, кто за деньги сделает. А это может стоить, например, под сотню долларов. Один раз я плагин eCup для сквита за такую сумму собрал, другой раз я закрытый проект с CentOS на Debian перенес. Такова цена фрагментации дистрибутивов. Вот и сравните. В одном случае вы уже скачали и установили, в другом случае ищите версию под свой дистрибутив или готовите кошелек. Если даже с заменой операционной системы не справились, как можно всерьез замахиваться на смену процессора? Тут нужно посмотреть, как выживают разработчики в этой враждебной к одиночкам среде. Они не делают полноценные порты. Вместо этого полноценный порт делается для какой-то платформы. И эта платформа принимает на себя удар фрагментации. А собственно разработчики предоставляют единую версию для всех операционных систем. Они могут для этого либо использовать виртуальную машину, например, виртуальную машину Java, либо интерпретаторы сценарных языков программирования, либо реализацию VINAPI для Linux, предоставляемую, например, Vine. Vine вообще не предназначался для того, чтобы поверх него создавались новые программы. И VINAPI не разрабатывалась как кроссплатформенная. Но исключительная сложность корректного портирования гонят малые коллективы разработчиков прочь от столбовой дороги, от обычных компиляторов под Linux. Все эти обходные пути не лишены недостатков. Платформы для немашинных кодов имеют проблемы с производительностью. А для машинных кодов нет нормальной платформы. Таким образом мы можем посмотреть, как уже справляются малые коллективы разработчиков, проанализировать и сделать так же, но правильно. А именно, они, как правило, всем коллективам сидят под одной операционной системой. Даже если запускаться будет на другую, предполагается, что платформа сгладит острые углы. И компилируют они один раз. Или компилируют несколько раз, но из одной среды. В современных инструментах разработки такое простое переключение осталось только между разрядностью. 32 или 64 бита. А по возможности вообще не компилируют, если уже кем-то скомпилировано. А то ведь скомпилировать можно и неправильно. Проверено на OpenSSL. Итак, мы хотим понять, как сделать правильно. Мы видим, что малые коллективы разработчиков не устанавливают зоопарк операционных систем и не компилируют под ними свои разработки. Вместо этого они берут некую платформу и поверх нее предоставляют для скачивания единую версию своей разработки. Значит, у нас тоже должна быть такая платформа. Чтобы продемонстрировать, что и зачем потребуется для создания такой платформы, необходимо совершить экскурс в историю информационных технологий. Как будет показано далее, часть современных проблем – это отголоски проблем, оставшихся нерешенными в прошлом. И для наших целей придется, наконец, починить фундамент. Так вот, в 90-х годах прошлого века индустрия была всерьез озабочена проблемой сопряжения разнородных компонент. И разноязыковых компонент, и компонент на одном языке программирования, но так, чтобы избегать перекомпиляции без особой необходимости. И компонент на одном языке программирования, но на разных компиляторах. На экране вы видите мой перевод доклада «Низкоуровневая совместимость между версиями». Рекомендую ознакомиться с ним всем студентам, проходящим курсы разработки компиляторов, так как в других местах эти проблемы освещены далеко не так подробно. Как можно видеть, существовало множество предложений по модификации языка C++, которые вы можете найти в таблице, а при желании даже прочитать доклады по ним. И трагедия длинного 97-го года в том, что ни одно из них не вошло в общую практику. Современные компиляторы C++ все – дженерик. То же касается Delphi, Ada и других языков программирования, транслируемых в машинные коды. Исключение составляет Objective-C, который за прошедшее время не только не растворился, но и в версии 2.0 заменил один из крестиков на галочку. Что касается COM, то для него в этой таблице даже места не нашлось, потому что он при ближайшем рассмотрении поддерживает только процедурные трансформации. Тем не менее, COM все же относится к средствам строительства мостов во внешнем мире. Внешний мир подразумевается в смысле мифологии Mortal Kombat, то есть мир, через который сообщаются все остальные. Это мир машинных кодов. То, что случилось в конце 90-х – это смена парадигмы. Сразу несколько компаний почему-то вдруг решили, что мосты больше строить не надо, а надо вместо этого построить мирок, запереться в нем и загнать в него всех остальных. В этом мире будет общая инфраструктура, и тогда всем будет счастье. И вот пошли разработчики компиляторов, как мартышки, плясать под эту дудочку, пытаться подогнать свои языки программирования под эти ограничения, не соответствующие устройству реальных процессоров, а выбранные по произволу. Delphi.net пошел по пути уродования языка. А компилятор Gnat пошел по пути соответствия стандарту, несмотря ни на что. C++ тоже с переменным успехом гибридизировали. Для многих сценарных языков были сделаны версии, такие как джетон, кверкус, рина. Настолько велика была эйфория. К счастью, этот веселящий газ, похоже, начинает рассасываться, и мы можем трезво посмотреть на вещи. Поигрались и хватит. Если эти мирки так хороши, почему же они до сих пор не поглотили все? Давно вы в последний раз видели хостинг на Кверкусе, например. И этот трезвый взгляд рисует довольно неприглядную картину. Нашлись люди, которые противопоставили строительство второго этажа, строительству первого этажа. И как результат у нас теперь ни первого этажа, ни второго. Ком так и остался на уровне так называемых интерфейсов. Опыт XP.com, где такой подход применялся массово для всего, а не только для пограничного интерфейса, показывает, что разработчики не способны обойтись без так называемых незамороженных интерфейсов. А лучше их тогда называть видами на класс. К тому же, ком нормально можно применять только на операционной системе Windows. А на других операционных системах у его двойника XP.com на самом деле есть проблемы совместимости. И даже на Windows вы можете обратить внимание, если установить iTunes и iCloud, у них общие библиотеки, а у Firefox и Thunderbird у каждого свои. Модель системных объектов от IBM заброшена в 1997 году, и достойной альтернативы ей не появилась. Экосистема Objective-C развита только на операционных системах от Apple. Как средство обеспечения межязыкового взаимодействия, до появления Swift вообще не позиционировался. И это средство сильно страдает от своего нестандартного синтаксиса селекторов, унаследованного от Smalltalk. Попытки интегрироваться с ним каждый раз превращаются в специальную олимпиаду. Кто лучше придумает, как этот синтаксис натянуть на другие языки программирования? Все плохо. Мы до сих пор в длинном 97-м. Понимание текущего состояния – это и ключ к наведению порядка. Если наибольший прогресс цивилизации был достигнут в 1997 году, значит с этой точки и нужно продолжить. На момент написания первой статьи по этой теме «Общая платформа исполнения приложений» я был даже сторонником механического повторного использования SOM в том виде, как он был, и в этом русле даже сделал генератор привязок для Delphi. Тем более, что есть открытый клон. Познакомившись таким образом с этим наследием на практике, я перестал считать это хорошей идеей. Некоторые принятые инженерные решения в этом продукте потеряли актуальность, а издержки на поддержание этих свойств заставили изуродовать модель в других местах. Так, управление памятью в распределенных программах – занятие не для слабонервных, а все из-за того, что всем объектам поголовно не назначили счетчик ссылок. А не назначили его, потому что пытались подгнать SOM под C++. Последующий опыт попыток гибридизации C++ в других компиляторах показал, что овчинка не стоит выделки, и лучше оставить классовые системы отдельно. Отдельная система типов C++, отдельная система типов вживляемой модели. Система типов C++, как толстая нитка, не пролезла ни в одно игольное ушко. Кроме того, я был под впечатлением от книги «Использование метаклассов», написанной бывшими разработчиками SOM, и впечатление было таково, что я читаю недостающую документацию, а выяснилось, что нет. То, что там написано в реально существовавшем SOM, не реализовано. Кроме того, SOM проявил свойства, показавшиеся очень полезным на процессорах с архитектурой, отличной от x86. Однако проявляется это свойство не всегда, и оно не было спроектировано сознательно. Это была такая подсказка. На экране вы видите лестинг машинного кода, и примечателен он тем, что статический анализатор потенциально способен выявить обращение к виртуальному методу, и на процессоре с другой архитектурой в режиме эмуляции перенаправить этот вызов в родную таблицу методов, снижая накладные расходы эмулятора процессора до, возможно, практически нуля. По этим причинам принято решение делать другую модель на базе прежних идей с учетом новых обстоятельств. Ускорению эмуляции посвящена вторая статья по этой теме «Метод кооперативной эмуляции архитектуры процессора». Ее публикации ожидается в мае 2017 года в объектных системах. С помощью этой модели можно будет реализовать, так сказать, правильный Вайн. То есть такую платформу, которую на самом деле хотели бы видеть разработчики, портирующие в кавычках свои разработки средствами Вайн. Объектная модель этой платформы абстрагирует отдельные компоненты от особенностей реализации каждого класса. Реализация системных классов на разных операционных системах будет заведомо отличаться. И тем или иным способом нужно эту разницу сгладить. Программный интерфейс основывается на программном интерфейсе Какао, как в MacOS 10. Этот интерфейс имеет реализацию и на других операционных системах, например, Какатрон на Windows. Предполагается, что в идеальном случае разработчик компилирует два экзефайла для 32-бит и для 64-бит и работает только через этот программный интерфейс. А платформа на каждой операционной системе подключает соответствующую этой операционной системе реализацию. На NEX86 процессорах специальный эмулятор может сделать вход и выход из эмулятора по границам вызовов методов. И таким образом разработчик, которому не досуг делать полноценные порты, может, тем не менее, сделать такую программу, которая даже в эмуляции может иметь приемлемую производительность. Ресурсоемкие действия производятся в библиотеках, оптимизированных под процессор. Потом управление возвращается из них в эмулятор X86 и там неспешно эмулируется дальше. Это тем более важно, что задачи, подобные импортозамещению в России, есть и в Китае, и в других странах. Но от иностранных разработчиков сложно ожидать поддержки именно наших архитектур и наоборот. А на общей платформе, пусть и с элементом эмуляции, мы можем встретиться. Большие общие рынки, это должно быть интересно для разработчиков. У них появляется мотивация использовать в своей деятельности этот инструмент, а попутно решаются внутренние проблемы независимости. С точки зрения обычного разработчика, который разрабатывает для Windows и из-под Windows, это выглядит как появление еще одних библиотек и служебных утирит для Windows, но способных проявить новые свойства на других операционных системах. И что вчера он разрабатывал для Windows и из-под Windows, что сегодня схема не поменялась. Но пользователи уже перестают быть так сильно привязаны к операционной системе и процессору. И еще одной мотивацией для разработчиков является перспектива выхода на рынок MacOS 10. На этой операционной системе есть своя специфика, а именно высоко задранная планка качества пользовательского интерфейса. Весь экран одна большая живая картинка, все можно потрогать, поперетаскивать. А если разработчики этого никогда не видели, это может быть непонятно, но это так. MacOS 10 у меня под рукой нет, но могу показать на примере от противного. Во-первых, значки файлов у окон можно перетаскивать. Они ведут себя как файлы в проводнике. Но я тащу и в Windows 10 вместо перетаскивания открывается системное меню. Хорошо, не получилось с файлом, так может с текстом получится. Так, смотрите, я его взял. Теперь, поскольку окно мне загородило весь экран, мне нужно переключиться на другое окно. В MacOS 10 я пользуюсь функцией Expose. В Windows 10 в какой-то веке ее еле как сподобились скопировать. И активируется она по винтап. Далее, я выбираю окно, в которое я хочу приземлить текст. По крайней мере, в MacOS 10 я бы уже выбрал и все закончил. А в Windows 10 жест остановки курсора мыши над каким-то окном так не работает. Продолжая удерживать текст, нужно нажать вправо, 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 Enter. То есть выбрать окно с клавиатуры. И даже после того, как на злосчастное окно удалось переключиться, запросто может оказаться, что оно не способно принять жест перетаскивания. Кстати, с тем, что остановка курсора над окном в Expose не сработала, это никак не связано. Это ни в каком окне не работает. Самый пресс, из которого потащили текст, способен его принять, но в Expose он не активен. Итак, на MacOS 10 я бы уже успел наклепать письмецо с вложением, а на Windows все три привычных яблочника жеста не сработали. И я только время потерял. Можно утверждать, что операционная система Windows, да и Linux, не приучает к хорошему вкусу. На этом общем фоне, если ваша программа хоть как-то работает, и на том спасибо. Все равно не было больших ожиданий. А вот если вы с таким подходом идете на MacOS 10, вас там с караваем не встретят. Я как пользователь MacOS 10 со стажем, так субъективно оценил степень приятия и неприятия разных библиотек построения пользовательских интерфейсов. Как можно видеть, те, что больше всего на слуху, Qt, Swing, GTK+, все эти библиотеки на MacOS 10 за гранью комфорта. Но яблочникам приходится мириться, ведь альтернатив иногда просто нет. И если на этом фоне вдруг появляется приятная программа, не просто приятная, а максимально приятная, то, что доктор прописал, прямой мозг в какао, представьте себе это чувство экстаза. Ну хоть кому-то боженька дал мозгов взять и сделать все правильно. Так будут думать яблочники, запустив вашу программу. Если, конечно, в другом отношении вы их не подвери. Деньги у яблочников имеются, и они с большей вероятностью заплатят за нормальную программу, а не за программы конкурентов на неродных библиотеках. На выбор какао как основу программного интерфейса платформы повлияло множество факторов, и даже без учета рынка MacOS 10, с технической точки зрения, объектные модели SOM и Objective-C близки. Указатели, счетчики ссылок и компилятор не привязываются к устройству полей классов. Но раз уж выбрали, так хочется извлечь максимум из этого решения. Разработчики с помощью общей платформы исполнения приложений и на рынке MacOS 10 заработают, и в родной стране импорт заместят, и в соседней еще продадут. Везде успеют.